Добрый вечер, друзья! Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение глав или материалов из книги профессора физиологии В.Я. Данилевского «Гипнотизм», глава «Гипнотизм животных», глава третья, часть третья. То есть на этом сегодня я закончу чтение о гипнотизме животных. Книга издана в издательстве «Путь просвещения при Народном комиссариате просвещения Украинской Советской Социалистической Республики в Харькове в 1924 году». В то время Харьков был столицей Украины. Итак, продолжаю сегодняшнее чтение и тем самым заканчиваю чтение главы «Гипнотизм животных». Так, млекопитающий, то есть гипноз у млекопитающих. Из этих животных мне удалось успешно исследовать только кроликов и морских свинок. Как сказано выше, гипнотизация обычными приемами собак и кошек не удавалась ни мне, ни другим исследователям до последнего времени. Гипноз кролика вполне удается всего лучше в спинном его положении при полном устранении болевых раздражений, особенно при повторных сеансах, после которых обыкновенно наблюдается вялость и усталость. Несколько раз у спящего кролика был замечен общий тремор или дрожание, в особенности, сильно выраженное в задних конечностях. Гипноз проявляется обычными симптомами, параличом волею, гнетением внешних восприятий, зрением, слухом, кожей. Животное лежит неподвижно, чаще с открытыми глазами, на механические, химические и электрические раздражения кожи и слизистых оболочек, не реагирует ответными движениями, продолжает лежать неподвижно. Если к носу кролика поднести поры хлороформа, то он продолжает лежать неподвижно, дышит и, конечно, наркотизируется до любой степени. То же относится и к опыту с табачным дымом, на который кролик в своем нормальном состоянии тотчас реагирует очень сильно движениями головы, лапок, всего тела. Если же его загипнотизировать на спине и затем подвергнуть действию табачного дыма, то в течение иногда двух-трех минут и больше он продолжает лежать неподвижно. Угнетение воли и сознания можно демонстрировать еще и так. Спящему кролику закрываем обе ноздри ватными пробками и тем прекращаем легочную дыхательную вентиляцию. Несмотря на это, кролик продолжает лежать неподвижно, но затем, через 30-60 секунд, начинается явственная дышка, дыхательные движения усиливаются, происходит выпрямление головы или даже откидывание ее назад, к низу, и только через одну-две минуты животное пробуждается и вскакивает. Этот опыт можно произвести и так. Закрывает ноздри ватой, а затем смачивает их водой. Является обычная дышка. Кролик неподвижен. Теперь через ноздри сквозь вату понемногу льем воду. Она переваливается в глотку и вызывает глотательные движения, но гипноз продолжается. Кролик продолжает лежать на спине неподвижно еще минуты две-три, редко больше. Следовательно, гипноз не мешает чисто рефлекторным движениям, например, глотанию, раскрыванию рта и одышке, астма. Но он задерживает или угнетает произвольные движения защитного характера, которые производятся мускулами лапок и туловища. Это различие между рефлекторными непроизвольными движениями и оборонительными болевыми весьма существенно для изучения мозгового механизма гипноза. Морские свинки представляют собой еще более благоприятный или благодарный материал для гипноза благодаря своей высокой естественной пугливости. Гипноз их получается гораздо легче с ярко выраженными признаками паралича воли и анестезии и длится обыкновенно дольше. У них при гипнотизации и в спинном положении чаще наблюдается также дрожание всего тела. Кроме того, при достаточно глубоком гипнозе, всего лучше повторном, болевая чувствительность оказывается настолько пониженной аналгезия, что при ожоге спичкой кожи живота свинка продолжает лежать неподвижно. Все ее оборонительные движения оказываются угнетенными или вполне задержанными. К выше приведенному краткому обзору гипноза животных мне осталось и своих наблюдений добавить здесь лишь немногое. В зоологической станции в Роскове, Бретань, мне пришлось произвести и над морскими животными ряд аналогичных наблюдений, из которых я проведу здесь лишь следующее. Электрический скат торпедо можно также легко погрузить в гипноз, как и других рыб. В этом состоянии электрические разряды у него могут быть вызваны лишь помощью сильных внешних раздражений, тогда как в нормальном состоянии для этого достаточно и слабых. Самый глубокий и продолжительный гипноз мне пришлось наблюдать у камбалы, положенной на спину, у которой анестезия тела была выражена чрезвычайно сильно, даже сильные раздражения ударом, уколом не вызывали никакой реакции. Сепия, каракатица, также допускает гипноз, который отличается от нормального состояния неподвижности всего тела, и щупал, и отсутствием реакции на раздражение. Гипноз, осьминога, октопус отличается еще большей глубиной и продолжительностью. Животное следует удерживать вертикально в таком положении, чтобы его щупалы направлены были кверху, и чтобы они не могли бы своими присосками к чему-либо присосаться. Все движения, защитные, ответные или самопроизвольные, совершенно прекращаются. Его можно раздражать уколами, электричеством, химически в любом месте. Осьминог остается неподвижным, Иногда замечается лишь местная слабая двигательная реакция. Такое состояние неподвижности и анестезии, и в некоторых наблюдениях длилось даже более получаса. Амары и лангусты представили больше интереса в таких гипнотических опытах, чем речные раки, о которых было сказано выше. У первых останавливаются все движения, и даже дыхательные. Анестезия выражена так сильно, что даже глубокие уколы иглой в разных частях тела остаются без всякой видимой реакции. Такое состояние длится до 20 минут и более. С физиологической точки зрения представлял большой интерес вопрос о том, насколько гипноз в состоянии тормозить или вообще влиять на так называемые насильственные движения или принужденные, которые наблюдаются, например, после повреждения известных частей головного мозга или полукружных каналов ушного лабиринта. Если у кролика с помощью укола через череп в головной мозг, именно в центр бегания, в полосатом теле, вызвать сильнейшее движение вперед, как известно, насильственного характера, то помощью гипнотизации в спинном положении можно совершенно остановить движение его лапок. Но в спинном положении, да, только, но только он проснется или будет поставлено в нормальное положение, сейчас же снова начинается насильственный бег по-прежнему. Здесь, следовательно, речь идет о торможении, вовсе не произвольных движений, но вообще двигательной иннервации произвольной мускулатуры. Вспомним при этом, что гипноз выражается такой же неподвижностью и у той лягушки, у которой большой мозг, как центр воли или произвола, был предварительно удален. Если у курицы, утки или у кролика произвести повреждения полукружных каналов или мозжечка, или вместо того и другого, или вместе, не вместо, а вместе того и другого, то, как известно, сейчас же появляются насильственные движения, качание головы, вращение всего тела или манежные движения – все это имеет принужденный характер и длится очень долго – днями, неделями и дольше. Достаточно, однако, положить такое животное на спину и осторожно удержать его некоторое время, как наступивший гипноз уже прекращает все эти принужденные движения. В течение нескольких минут животное остается неподвижным, и в то же время у него резко проявляются признаки пониженной чувствительности, как это выше было описано, для гипноза. Но, как только животное пробудется, эти движения головы и тела снова, сейчас же, начинаются почти с прежней силы. Такой опыт удается, как сейчас, после произведенной упомянутой операции, так точно спустя много дней и даже несколько месяцев после нее. Интересно, что после повторных таких гипнотизаций раз за разом наблюдается заметное ослабление таковых непроизвольных манежных движений и качаний головы уже после пробуждения от гипноза. К сказанному следует еще прибавить, что в некоторых случаях можно было заметить вредное влияние частых повторных гипнотизаций не только у птиц и кроликов, но даже и у крупных лягушек. Оно проявлялось в виде ослабления произвольных движений общей бялостью, пониженной реакцией на внешние чувствительные раздражения с понижением их понятливости, подвижности, а у некоторых даже с ослаблением аппетита. В более редких случаях дело оканчивалось даже смертью без всякой другой видимой причины. Во время тех же наблюдений мне пришлось убедиться, что гипноз у лягушек и у других животных заметно ослабляет возбуждающее действие таких веществ, как, например, стрихнин или алкоголь в малых дозах. Для того, чтобы теперь перейти к общему рассмотрению животного гипнотизма, нам нужно сначала здесь ознакомиться с теми же самыми явлениями неподвижности и анестезии, но при других условиях. Речь идет о таковом влиянии сильных болевых раздражений, которые при условии быстрого схватывания животного давали катаплексию или паралич от страха. Это данные Чермака и Проера. Те же наблюдения над лягушкой состоят в следующем. Если на нормальную лягушку или на безмозговую, лишенную передних частей головного мозга, наложить сильное каучуковое кольцо, сейчас кзади от головы и тем причинить ей сильную боль, то она тотчас же превращается как бы в труп. Все движения, в том числе и дыхательные, совершенно приостанавливаются, и никакие болевые раздражения кожи не дают ни малейшей реакции. Глаза закрыты и втянуты, лягушку можно переворачивать, бросать на стол, придавать ей любое положение, не вызывая с ее стороны ни малейшей двигательной реакции. Если же, положив лягушку на спину, осторожно это кольцо разрезать, то через некоторое время лягушка со спинного положения переворачивается в нормальное брюшное, открывает глаза, постепенно начинает дышать, но все еще она оказывается вялой, утомленной, ее ответные движения на щипки и иные раздражения еще некоторое время ослаблены. Таким образом, эти явления чрезвычайно напоминают собой гипнотические, тоже относятся и к опыту с одышкой вследствие закрытия ноздрей бумажкой. Вместо наложения стягивающего каучукового кольца в описанном опыте можно применять болевое ущемление кожи, например, с помощью пинцетов. В некоторых случаях первые моменты можно заметить еще противодействуя лягушке, но оно быстро исчезает, уступая место полной неподвижности и анестезии. Таким образом, мы видим, что как у нормальной лягушки, так и у безмозговой может быть вызвано, по-видимому, одно и то же явление общего паралича, но один раз для этого нужны болевые раздражения, а в другой раз того же можно достигнуть у здоровой гипнотическими приемами. Первая форма соответствует катаплексии Проера. В ярком виде была представлена впервые в опыте чермака с тритоном, о чем я уже написал. Если выше приведенное описание мы дополним еще указанием на то, что гипнотизированное животное сохраняет всякое положение, искусственно приданное его телу или его частям, смотри выше опыты чермака, то не будет привлечения, если мы скажем, что вообще животный гипнотизм характеризуется угнетением воли и внешних чувств, прекращением произвольных движений, каталепсией и анестезией. Эти явления могут быть разъединены путем бибисекции, удаление большого мозга оставляет неподвижность и каталепсию, но зато уничтожает угнетение чувственной сферы. Отсюда, с известным правом, мы уже заключаем, что второе проявление нервно-центральной депрессии, угнетения, именно анестезия или потеря чувствительности обуславливается не паралитическим состоянием большого мозга, но, напротив, деятельностью известных его центров, которая подавляет или тормозит ответные движения на внешнее раздражение, отсюда и видимая анестезия. Напротив, у оперированной безмозговой лягушки этого угнетения не может быть, ибо большой мозг удален, отсюда становится понятным, почему у нее вовсе не наблюдаются анестезии во время гипноза. При целости большого мозга мы видели у животных явления даже аффективного характера, ибо вся картина опыта с астмой или одышкой у гипнотизированных животных несомненно соответствует признакам сильного аффекта у человека при соответственных условиях такое очеловечения антропоморфизация в описании жизни животных не может вызвать никакого недоразумения или недоумения, если мы вспомним, что здесь дело идет о явлениях одинаковых по своему физиологическому существенному содержанию, но в одном случае с явлением упрощенных, а в другом более усложненных. Припомним, что припадки у души начинаются и продолжаются в то время, когда удерживание животного уже давно было прекращено, что в это время передние лапки у лягушки, сидящие вертикально, совершенно свободны, и могли бы легко сбросить бумажку с ноздрей, если бы произвольные защитные движения не были угнетены. Однако, в гипнозе очевидно, что-то в головном мозгу мешает произвести это защитное движение, необходимое, чтобы прекратить тягостный припадок у души. Мы не ошибемся, если скажем, что здесь проявляется тот же по существу мозговой процесс, который лежит в основании аффекта страха и ужаса у человека при таком же припадке у души, и который обусловливает невозможность произвольно принять меры самозащиты. Из выше призведенных наблюдений припомним здесь еще одно, которое указывает также на участие деятельности большого мозга в гипнозе. Мы видели, что некоторые птицы остаются неподвижными при том условии, если они могут взором фиксировать какой-нибудь предмет, находящийся около их глаза. Но стоит лишь удалить последний, как птица пробуждается, и ее произвольные движения снова возвращаются. Это опыты Чармака. Это интересное наблюдение показывает, что не только у человека, но и у животных зрительное восприятие, представление предметов внешнего мира является одним из важнейших регуляторов для общего состояния тела, или, вернее, для правильного взаимодействия с окружающими условиями. Вот почему и у человека, и у животных закрывание глаз при известных условиях так легко ведет вообще к извращению психического настроения и так облегчает наступление гипноза. В только что упомянутом опыте, по-видимому, птица, так сказать, олицетворяет фиксируемом ею предмете причину того внешнего насилия, которое поставило ее в неестественное положение и лишило ее воли. Условная в кавычках ассоциация или сочетание этого зрительного представления с ощущениями насилия в данном случае оказывается настолько прочной и сильной, что прекращение этого зрительного восприятия тем самым роковым образом вызывает исчезновение чувства насилия. Отсюда и возникает новое двигательное побуждение произвольного характера, то есть пробуждение воли, заставляющее птицу принять свое нормальное положение, сопоставляя это с объяснениями старых наблюдателей, мы находим, что их догадка о воображении птицы не так уж плоха, если мы к нему присоединим еще эмотивный элемент, вызывающий угнетение защитных движений. Выше мы условились считать существенными признаками животного гипнотизма, паралич или угнетение воли, анестезию и у некоторых настоящую каталепсию. Все эти симптомы вызваны или вызываются внешним физическим насилием, принуженным неестественным положением тела, что обусловливает психорефлекторное угнетение, нервно-центральных процессов воли, восприятия и сознания. Вследствие бесполезности борьбы у животного возникает инстинктивное чувство непреодолимого насилия, как бы сознавая или учитывая свою беспомощность, оно покоряется и невольно делается пассивным автоматом в руках наблюдателя. Угнетение волевых и мыслительных процессов превращает животное в анестезированное пассивное существо. Мы могли бы охарактеризовать состояние загипнотизированного животного, если бы мы пожелали ввести эту характеристику терминами субъективного порядка, взятыми из личной жизни человека и в общей типической форме в таком виде. Животное подвергается непрерывным внешним раздражениям необычного и неболевого характера, возникающие при этом ощущения в сознательной сфере возбуждают двигательную реакцию противодействия как стремление к переходу в естественное наиболее удобное положение тела с наимеющей суммой необычных периферических раздражений. Несмотря на сопротивление, ощущение насилия и принужденного неестественного состояния тела продолжаются психический акт или определенный тормозящий процесс в мозгу прекращает или угнетает дальнейшее развитие двигательного противодействия и вместе с тем вообще всякие произвольно-двигательные иннервации нормального порядка. Такое состояние гипнотического обессиления длится до тех пор, пока упомянутый задерживательный мозговой акт не ослабеет с течением времени через несколько минут или более настолько, что продолжающееся ощущение неестественного положения тела будет уже в состоянии рефлекторно или инстинктивно вызвать двигательную реакцию в виде перехода в естественное обычное положение тела с восстановленной правильной реакцией на внешнее чувствительное раздражение. Если бы у животного не было высших мозговых центров, которые задержали двигательное противодействие внешнему насилию, то это сопротивление животного продолжалось бы гораздо дольше до истощения мускулатуры, и только тогда бы оно приостановилось. Действительно, у оперированных животных без большого мозга сопротивление обычно сильнее и продолжается гораздо дольше, чем у тех же лягушек до операции. Следовательно, следы энграмы высших мозговых центров от прежних личных переживаний и унаследованные нервные механизмы обыкновенно приостанавливают мускульное сопротивление животного гораздо раньше и тем устраняют опасность истощения. Такое тормозящее действие можно приравнять таковому же действию эмоций и страха у человека. Отсюда следует, что эффективные задержки и что эффективные задерживательные импульсы служат как бы целесообразным приспособлением для сохранения силы животного от бесполезной их траты и для предотвращения дальнейших дурных последствий от непосильной борьбы. Конечно, здесь идет речь о более нормальных отношениях, когда сравнительная оценка опасности и своих сил происходит правильно и целесообразно. Чрезмерная впечатлительность взята в кавычки у человека легко может извратить эту оценку, дело рассудка вносить в таких случаях известные поправки, так как вышеуказанное пояснение окажется для нас ниже весьма важным, когда придется сопоставлять гипноз животных и человека, то не будет лишним еще раз на нем остановиться и представить его описательно в терминах, применяемых для гипноза человека. Во избежании недоразумений напомним еще раз, что речь идет здесь лишь об условных словесных символах для обозначения физиологически однородных процессов мозговых аппаратов как у человека, так и у животных. Мы ведем обозначение разных фаз и моментов гипноза с точки зрения человеческого языка чувств. Первая фаза заключается в действии внешнего насилия или принужения, которое вызывает ряд неприятных ощущений неудобства и стеснения. Поэтому животное сопротивляется соответственным целесообразным способом, но вследствие непрерывности насилия, хотя бы самого по себе и не сильного, и не болевого стремления сопротивляться скоро истощается, так как насильственное состояние тела продолжается по-прежнему. Сознание или чувство бесполезности борьбы с непреодолимым насилием прекращает непосильную борьбу. Чувство бессилия ведет таким образом к параличу воли. Внешнее воздействие остается теперь уже без ответа, и развивается картина сильного упадка психического действенного напряжения уже без насилия извне. В этой фазе можно наблюдать аффективное проявление опыта с астмой. Чувство своей беспомощности длится гораздо дольше, чем внешнее физическое насилие. Следы последнего исчезают в мозговых центрах лишь медленно, постепенно, до того минимума, когда естественное инстинктивное пробуждение берет верх и возвращает животное к естественному нормальному состоянию. Как уже было выше указано, оперативным удалением большого мозга можно упростить симптомы гипноза, а именно удержание неестественного положения тела, паралич воли, каталепсия остается, но анестезия или депрессия чувствований теперь отсутствует. Иначе говоря, ответные движения животного на внешнее раздражение не задерживаются, следовательно, экспериментальным путем можно разложить гипноз на его отдельные компоненты, на каталепсию в кавычках, вернее, парач воли и анестезию. Таковы были мои общие выводы и заключения, доложенные Харьковскому медицинскому обществу в 1878 году и затем напечатанные в 1888 и в 1889 годах. Суть их сводилась применительно к гипнозу человека, психорефлекторному угнетению в области произвольной мускулатуры и реакции на чувственное восприятие, что, по моему мнению, и составляет существенный физиологический механизм этого явления путем постепенного усложнения и усовершенствования центральной нервной системы, оно развилось филогенетически в восходящем ряду по организации животных существ и сравнительно простых явлений гипноза у ниже стоящих организмов. Между гипнозом человека и животным существует внутреннее психофизиологическое родство или родство которое объясняется филогенетическим развитием нервно-центральной функции. Ссылка. Таково заключение в моей немецкой статье по физиологии животного гипнотизма в 1885 году относительно филогенеза этих явлений, заключение, которое впервые было высказано мною в 1878 году и затем повторялось в последующих моих сообщениях. Отсюда как неизбежный вывод вытекает признание единства гипнотизма у человека и у животных, унитарная его теория. Форель присоединил к моему воззрению и признает гипноз животных как результат лишь упрощенного автоматического механизма внушения. Физиолог Гайден Гайн также признавал величайшее сходство между гипнозом человека и животных. После вышеизложенных моих исследований в научной литературе появилось несколько новых работ по животному гипнотизму. В 1889 году Бернацкий подтвердил мои результаты по гипнозу лягушек и также пришел к тому выводу, что в этом состоянии в известных центрах головного мозга происходит повышение возбудимости. Иначе говоря, вместо допускаемого некоторыми ослабления его деятельности приходится признать обратное. В спинном же мозгу этот автор находит понижение возбудимости, отсюда он выводит и замечаемую анестезию, восклицательный знак. Более подробное исследование в этой области произвел известный физиолог Макс Фердварн в 1898 году, который, между прочим, произвел ряд наблюдений над ядовитой очковой змеей, подобных же фокусом, подобных тем фокусом, которые над нею делают заклинатели змеи. Вся задача сводится к тому, чтобы ловко и быстро схватить ее сзади около головы и надавить на затылок. Этого достаточно, чтобы змея тотчас успокоилась и сделалась неподвижной. Теперь она не хватает, не кусается, сохраняет приданное ей искусственно всякое положение, свернутое, вытянутое на спине. В течение нескольких минут пробуждается она сама или от удара, или щепка, после чего еще некоторое время замечается у нее вялость движений. Что касается вообще до гипноза животных, то ферворн отрицает его и не признает по психофизиологическому механизму никакой близости его к человеческому гипнозу, который он сводит вполне к внушению словесному. Неподвижность животного, пассивно удерживанного в неестественном положении, он объясняет длительным сокращением мускулов, участвующих в переворачивающих тело движения, исправления необычного положения, вследствие чего эти движения не могут произойти, и животное продолжает лежать на спине. К этому еще автор присоединяет торможение в двигательных корковых центрах большого мозга, иначе говоря, животное не производит произвольных усилий, чтобы освободиться от неестественного положения, в котором его удерживают, как сказано, рефлекторные, тонические сокращения его мускула, так называемый тонический рефлект положения тела. Искусственность этого объяснения, которое автор слишком поспешно вывел из своих односторонне проведенных опытов сделало его мало убедительным. Сколько мне известно, никто из исследователей в этой области не присоединился к его мнению. В 1902 году вышла в свет работа Михаила Стефановской в Брюсселе, где она описывает ряд наблюдений над большим гипнозом у голодающих лягушек противоположно ферворну. Она наблюдала при этом резкое понижение чувствительности кожи, о чем подробно мы излагали выше при описании своих опытов. И вообще она опровергает его объяснение и признает близость гипноза у животных и у человека. У лягушек явление проще, но основные черты остаются одинаковыми, отсутствие словесного внушения. У нее не может служить препятствием для такого сближения, ибо и у человека гипноз может быть вызван исключительно физическими средствами, как это признает парижская школа. Шарко. Шарко. Более подробные исследования в течение ряда лет были произведены Монгольдом. в 1914 году над разнообразными животными он, между прочим, приводит факт Клапареда, которому удалось загипнотизировать обезьяну насильственным удержанием и поглаживанием копию человека и вызвать каталепсию. Ноги можно было сгибать и разгибать, и животное сохраняло приданное им положение. Это наблюдение стоит пока по-видимому как голый факт без экспериментальной разработки. Свои собственные наблюдения над млекопитающими, главным образом над кроликами, Монгольд производил с помощью особого станка, к которому привязываются животные, которым быстрым вращением околопродольной оси поворачивает животное на спину, ногами вверх. Этот прием вызывает гипнотическую неподвижность, чувство страха при этом конечно неизбежно. Автор описывает гипнотическую неподвижность у собак, опрокинутых на спину руками и некоторое время удерживаемых. Затем они постепенно засыпают, но все же реагируют на малейший шум, околоник движениями глаз, хвоста, лап. То же самое этот автор наблюдал и у кошек. По-видимому, замеченная им неподвижность не вполне соответствует настоящему гипнозу. Ни Проверу, ни мне, ни другим авторам не удавалось вызвать это состояние у кошек и собак. Для них нужны совершенно другие приемы. Кстати, прибавим, что сам Монголь не у каждой собаки мог получить гипноз. Ссылка в лаборатории профессора Ивана Петровича Павлова в Ленинграде при исследовании условных рефлексов не раз было замечено, что собаки, поставленные в станок, из живых и неподвижных становились вялыми и затем засыпали длительные однообразные раздражения, например, термические, и теплом или холодом еще больше содействовали наступлению сна, причем мускулы расслаблялись и условные рефлексы исчезали. Что касается вообще до его результатов, то есть результатов Монгольда, то ничего существенного, нового они в себе не содержат. Главным образом он подтверждает выше приведенные данные других авторов, кроме Ферворна. Противоречие последнему Монголь признает настоящий гипноз животных и ставит его рядом с человеческим гипнознушением, психическое торможение. Сноподобное состояние гипноза у них вызывается механическим тормозящим действием, устранение шума и сильного света благоприятно в обоих случаях. Каталепсия расслабления мускулов и их повышенный тонус напряжения. Восковидная гибность встречается в гипнозе как у человека, так и у животных. Чувствительность может быть понижена до анестезии. Автор признает, что животный гипноз состоит в длительном тоническом угнетении тех движений, которые нужны для исправления ненормального положения тела. А само это угнетение вызывается известным чувствительными импульсами. Здесь мы имеем не столько объяснение, сколько определения главного признака гипноза неподвижности, иначе говоря, паралича произвольных движений самозащиты. В своих новых работах в 1919 году Мангольд и Экштайн вновь подтвердили факт понижения рефлекторной возбудимости у гипнотизированной лягушки, в особенности в спинном положении брюхом вверх. У морской свинки замечается в гипнозе лишь некоторое замедление реакции в ответ на электрическое пробное раздражение. Ссылка о более мелких новых наблюдениях по животному гипнотизму Бабак, Шиманский, Крайдель. Я не нахожу нужным здесь изладать, так как ничего нового по существу этих явлений они не внесли. К тому же в этой популярной книжке не может быть и речи об исчерпывающем изложении предмета. Замечу, впрочем, что все названные только что исследователи говорят о гипнозе животных и о положительном смысле. Упомянем еще об опыте Глея, который наблюдал у гипнотизированных молодых лягушек резкое замедление и даже остановку дыхания и сердцебиения до смертельного исхода в восклицательный знак. Этот факт, по мнению этого физиолога, должен интересовать гипноврачей, имеющих своим объектом детей. Быть может, и у них имеется такая малая устойчивость в иннервации сердца и дыхания при тех же условиях гипнотизации. Насколько нам известно, этот вопрос еще не выяснен. Ну, вот такая вот третья часть большой главы под названием «Гипноз животных». скучноватый, конечно, нудноватый, но интересный. И как я люблю это говорить, что из песни слов не выбросишь. И книгу я же не могу, значит, это такое фундаментальное произведение профессора Данилевского что-то наговаривать, а что-то значит, игнорировать, вот, я не буду и не могу. Значит, следующая глава, четвертая, опыт унитарной теории гипнотизма. Она тоже относительно большая. Вот, 172 начало и заканчивается 204 страницей. Ну, и последняя, пятая глава, врачебное и социальное значение гипнотизма. Начинается на 204, кончается на 250, ну и добавление вот такое произведение. Ну, вот, это книга. Хорошо видно, четко, ясно. Вот так. На этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение последней, третьей части, третьей главы «Гипноз животных» из книги профессора Данилевского «Гипнотизм». Издана в Харькове в 1924 году тиражом в 4000 экземпляров. Ну, по сути дела, библиографическая редкость. Ну, что, как всегда, как обычно, традиционно, я благодарю своих потенциальных слушателей и зрителей за проявленный ими, проявляемый или будущий проявленный ими интерес к этому слушанию этой, значит, главы «Гипнозы животных». Кого-то, может быть, оно и заинтересует, возможно, дрессировщиков, возможно, людей, работающих с животными, скажем так, в вооруженных силах, это, значит, собаки, да, которые ищут, скажем так, эти взрывчатые вещества, вот, собак-следопытов, да, в разыскном деле, вот, животноводстве, возможно, возможно, поэтому, как говорится, значит, на, значит, каждому овощу свой сезон или на каждого, на каждого, значит, каждой паре, то есть, каждой твари по паре, да, на каждого покупателя, то есть, на каждый товар найдётся и свой покупатель, он этот, Может быть, количество покупателей будет и не такое большое, то есть интересующих, но оно будет. Поэтому я благодарю вас и прощаюсь до следующего чтения. Спасибо и до свидания.